На этой неделе определился последний участник финала четырех Кубка России. Об этом турнире, очень важном для российского женского гонбола, сегодня пойдет речь в нашей передаче. Всем привет! Это Свободный бросок. Кубок России традиционно второй по значимости турнир в нашей стране, в гонбольной среде. Но матчей проходит не так много и в основном о нем говорят, когда проходит, собственно, финал четырех и разыгрывается трофей. На этой неделе, а именно во вторник, Краснодарская Кубань стала четвертым участником финала четырех. До нее эти путевки завоевали Звенигородская звезда, Московский ЦСКА и Ростов-Дон, действующий обладатель трофея. Другие участники финала четыреха определились чуть ранее, некоторые из них еще в прошлом году. Но обо всем немножко по порядку. Разберем чуть-чуть, посмотрим на каждый матч и на путь этих команд к финалу четырех Кубка России. Первую путевку завоевала Звенигородская звезда в противостоянии с Астраханочкой. Причем случилось это на выезде в славном городе Астрахань еще в прошлом году, зимой. Интересное противостояние в чемпионате страны между этими двумя командами. Выигрывают они друг у друга. И вот игра в Астрахани в принципе сложилась под диктовку звезды. Хотя, наверное, фаворитом в данной конкретной игре была все-таки Астраханочка. Но команда Алексея Гумянова выложилась на 110, наверное, процентов. Не было тогда еще какого-то серьезного кризиса, в котором она пребывает сейчас. И звезда вот эту самую путевку в финал четырех завоевала, будучи объективно сильнее в этом конкретном поединке. 23-20 с таким счетом закончился матч. Звезда часто выходит в финал четырех. Была Звенигородская команда и победителем когда-то этого турнира. Но те времена давно минули уже. И постарается подмосковная команда показать хороший высокий уровень гандбола, наверное, уже в самом этом финале четырех. Который должен пройти 9 и 10 апреля. Следующим участником турнира стал Ростов-Дон. Их матч ростовчанок с Тольяттинской ладой был самым интересным среди всех четвертьфиналов. Потому что команды очень сильного уровня сошлись благодаря жеребию. И сначала казалось, что Ростов-Дон должен безусловно одержать уверенную победу. Потому что до этой игры было поражение ростовчанок в Тольятти. Есть, так сказать, на что точить зуб ростовской команде. Но эта игра получилась сверх напряженной. Закончилась со счетом 33-32 в пользу Ростов-Дона. С разницей всего в один мяч. И если пересмотреть этот матч внимательно, то, конечно, были шансы даже у Лады не просто сыграть в ничью или не уступить. Но даже одержать победу и выйти в финал четырех Кубка России. Но ростовская команда все-таки дожала Тольяттинскую на своей площадке. И как действующий обладатель трофея завоевала путевку, чтобы подтвердить свое право владеть этим Кубком. Третий участник турнира ЦСКА свой путь проделал достаточно коротко. В одном матче в московском дерби, назову эту встречу так, против московского клуба «Дворец». Да, есть такой клуб любительский, за который выступают звезды прошлого российского женского гандбола. Известные гандболистки и Эмилия Турей, и Надежда Муравьева, и другие великолепные игроки. И вот этот самый «Дворец» в 1-8 финале одержал победу над майкопским клубом «Агода Ив». Что оказалось достаточно сенсационным для российского женского гандбола, любительская команда, по сути, с частью ветеранов обыграла действующую команду Суперлиги с молодыми игроками, которые входят, так сказать, в свой игровой рост. А вот в четвертьфинале «Дворцу» уже никто не помог. 43-22 с таким счетом ЦСКА выиграл у этого клуба, показав, в принципе, просто яркий голевой гандбол. Наверное, и забросить могли больше армейские гандболистки, и пропустить меньше. Ну, и так, 65 мячей на двоих забросили команды. Очень результативная игра, и, наверное, у обеих команд главной задачей было, ну, во-первых, не получить травму в этой игре, и сыграть на радость зрителям и любителям гандбола, показать, так сказать, очень яркий этот самый гандбол. Ветеранам тряхнуть стариной, показать, что они еще, ого-го, в хорошей спортивной форме. Это многим из них удалось девушкам, молодцы. Ну, а ЦСКА оформил себе выход в финал турнира. И, наверное, два фаворита главных уже сейчас понятны – это Ростов-Дон и ЦСКА. Ну, и вот в этот вторник в Краснодаре четвертый участник финала четыреха определился в матче между Кубанью и Ижевским университетом. Университет идет на втором месте в группе «Б» российской Суперлиги. И, наверное, на этом втором месте, скорее всего, и закончит предварительную часть чемпионата России. Традиционно неуступчивая команда. Это серьезный достаточно соперник из всех, кто мог достаться Кубани, оставшихся. Можно сказать, что Кубани, в принципе, повезло со жеребием. В Краснодар университет прилетел из Москвы после трех подряд поражений в группе «Б». Состояние, наверное, психологическое было не очень. Дважды Волгоградскому «Динамо» уступила, ижевская команда московскому «Учу» уступила. Но в Краснодаре ижевчанке показали достаточно хороший атакующий гандбол, забросив очень много мячей. Следует отметить, что и со стороны Кубани, и со стороны университета игра получилась достаточно дружелюбной, не очень жесткой. Никто не хотел тоже получать каких-то травм. Команды сыграли просто в такой бей-бей-гигандбол. Кто больше забьет, как написал один из наших зрителей во время трансляции ВКонтакте, что университет забьет сколько сможет, а Кубань забьет сколько захочет. То есть сыграла по бразильской системе. Так и получилось в итоге. 40-30. С таким счетом закончился поединок. 70 мячей на двоих. Тоже голевое пиршество. Претензий предъявить к ижевской команде, наверное, можно очень мало. Кубани гораздо больше. Не должна она пропускать 30 мячей от команды из группы «Б» однозначно. То есть оборона, скажем так, не справилась кубанская. Атака выглядела в целом неплохо. Но не стоит забывать, что и университет привез в Коснодар всего 12 игроков, включая двух вратарей. Не очень большой выбор у Роберта Минобудинова, наставника университета. Но молодцы ижевчанки. В принципе, поиграли в свое, думаю, удовольствие. Хорошо позабрасывали мячи. 30 голов. Даже не каждый клуб суперлиги группы «А» забрасывает Кубани, играя в Краснодаре и не только в Краснодаре. В общем, все четыре участника финала четырех определены. Сам турнир должен пройти 9-10 апреля. Он пройдет на площадке того города, который подаст заявку из четырех команд. И ФГР ее утвердит. На сегодняшний день мне неизвестно о запросах звезды, запросах ЦСКА или Ростов-Дона о проведении этого турнира. Скажу со стороны Кубани. Кубань готова отправить такую заявку. Есть такое желание у гонбольного клуба «Кубань» провести этот турнир в Краснодаре. Во-первых, он никогда исторически в женском гонболе не проводился здесь, на кубанской земле. Все турниры, а их достаточно много, с 2007 года проходило, они все прошли в других городах. Это был Итальятти, Извенигород, и Астрахани, и Москва, и Ростов-Дон. Но только не Краснодар. Поэтому мы считаем, что с точки зрения исторической справедливости настало время дать право проведения именно городу Краснодару. К тому же и для Ростов-Дона, и для ЦСКА, наверное, Краснодар станет своеобразной нейтральной площадкой. Потому что если ФГР отдаст предпочтение одному из этих двух клубов, то начнется, наверное, какие-то брожения. Часть болельщиков будет считать, что, значит, отдали Ростову, ему всегда отдают. Или отдали ЦСКА, отдали потому, что только чтобы не Ростову отдать. В общем, посмотрим. Повторю, что не знаю, подавал ли кто-либо еще заявку. Кубань готова подать эту заявку. И, наверное, в ближайшее время она будет должным образом оформлена и прислана в Федерацию Гонбола России. Ну, совсем недолго осталось ждать этого момента. И уже, так сказать, в исторической перспективе совсем недолго ждать момента самого проведения финала четырех Кубка России. Напомню это еще раз. Девятое и десятое апреля. Это дни, единственные свободные в российском гонбольном календаре, когда нету каких-то матчей в Лиге Чемпионов, в Чемпионате России, матчей сборных. Кстати, я прошу всех наших зрителей написать в комментариях к этому видео, где вы считаете, должен пройти финал четырех Кубка России, из какого вы города ни были. Напишите, почему вы так считаете и где, собственно, должен пройти этот турнир. Несколько слов о самом Кубке. Последние несколько лет единоличным обладателем этого трофея является Ростов-Дон. Он побеждает каждый год на протяжении уже пяти лет. Никто не может бросить перчатку этому клубу в борьбе за этот трофей. Что же он дает? По нашим внутренним гонбольным регламентам Федерации Гонбола, обладатель Кубка России получает путевку в Лигу Европы. Соответственно, если клуб, который выиграет Кубок России, станет чемпионом страны, и только в этом одном случае, то финалист Кубка России получит тогда путевку в Лигу Европы. Условно говоря, если пройдет жеребьевка, и в полуфинале встретятся Кубань и Звезда, а во втором полуфинале встретятся Ростов-Дон и ЦСКА, то Кубань или Звезда, пройдя в финал, если они там сыграют с любым результатом, победят или проиграют, получат путевку в Лигу Европы только в случае, если обладатель Кубка станет чемпионом России. Никаких переходов команде, занявшей третье место или четвертое, этой путевки не будет. В условиях, когда у России сейчас на новый сезон только четыре путевки в Европейские Кубки, надо понимать, что участие в финале Четырех Кубка России важный шаг, особенно для двух команд не фаворитов, это Кубань и Звезда. В общем, что касается жеребьевки, традиционно последние несколько лет Федерация Гонбола проводит жеребьевку не за день до турнира, а за несколько недель, вот как это сейчас будет с мужскими командами, и команды будут знать, с кем они будут встречаться уже в полуфинале заранее, и смогут, наверное, подготовиться к этой игре тактически. Раньше жеребьевка проходила за день до начала. Ну, еще пару слов о географии турнира. К сожалению, не так много в России женских гонбольных клубов, мужских их гораздо больше. Если посмотреть на мужской Кубок России, там есть команды из Приморья, причем и не одна, с Дальнего Востока, из Сибири, Урала, и турнир достаточно много команд собирает, и тоже, кстати, там тоже дворец московский дошел тоже до четвертьфинала. В женском гонболе команд совсем немного участвуют, это все клубы Суперлиги, и еще несколько команд из высшей лиги, таких как Балтийская Заря, а, допустим, Сокол Брянский отказался. Участвовали команды из Первой лиги, из города Крымск Краснодарского края. В общем, ну, очень немного матчей. Я уже где-то говорил, в Кубке Швейцарии принимают участие более 150 женских команд, то есть там, конечно, география в Швейцарии, в гонболе Швейцарии, она не сопоставима, при том, что там только любительские клубы практически участвуют во всех этих турнирах. Ну, в общем, это задача, наверное, долгосрочная, долговременная, развитие гонбола на местах, в других регионах, не только в тех, где он развивается традиционно. Будем надеяться, будем верить, что количество таких команд, количество регионов гонбольных у нас только увеличиваться будет. Ну и традиционно прошу всех подписаться на наш канал, комментируйте, ставьте лайки, продвигайте наши видео. Только все вместе мы можем более хорошо развить наш любимый вид спорта с вами, вовлечь в его орбиту все больше и больше людей, в том числе те, кто никогда не знал ничего про гонбол. Ну, я с вами прощаюсь, а мы скоро увидимся. До встречи. Фокус, фокус, чмокус. Никак не подстригусь из этой работы все время, понимаете? Скоро буду уже приходить, как Синбернар. Это не надо давать.